Привет, друзья! Итак, пустые банки. Пустые банки июня, часть первая. Тут у меня уходовая косметика, уход за волосами и всё такое. Мне кажется, что этот пакет очень сильно полон, но мне кажется, что в основном это из-за того, что там очень много больших вещей. Итак, начнём. Первое это каждый день универсальные влажные салфетки, 70 штук, глубины океана. Итак, это то, из чего я абсолютно не могу жить. Они у меня закончились вчера в ночь, поэтому я ещё не успела купить снова их. Но я куплю, безусловно, сегодня же, потому что это одна из самых необходимых вещей у меня в хозяйстве. Я протираю этим, не знаю, если что-то пролилось или ещё что-то, или пыль. И, в общем, они у меня идут только так. Они мне постоянно очень нужны. Я всё ими чищу, протираю и так далее. В общем, они простые, удобные, и главное, что их 70 штук, но даже к самому концу их использования они остаются очень влажными. Поэтому они не высыхают, что большой плюс. Поэтому отличная вещь, и они невероятно дешёвые в Ашане. Следующее, что у меня закончилось, и я не смогла выкинуть коробку, потому что она была очень симпатичная. Итак, вот оно. Это крем для тела Tentation de Violet ID Parfum Paris. И это был подарок, поэтому я не знаю, где это можно купить. Но если бы знала, я бы, скорее всего, купила, потому что мне этот крем очень понравился. Он пах как-то очень... Я не знаю почему, но запах у меня исключительно ассоциируется с 90-ми. Мне кажется, что в 90-х были какие-то очень хорошие то ли духи, которые так пахли, то ли крем, который так пах... В общем, запах довольно изысканный и приятный. Сама консистенция крема мне очень понравилась. Он был вот абсолютно идеальный по консистенции. То есть не слишком жидкий, не слишком густой. Прекрасно впитывался, увлажнял кожу. Он мне... Да что такое? Мне очень понравился. Поэтому если вдруг я где-нибудь его найду, я, безусловно, куплю снова. Очень-очень симпатичная вещь. Ну и опять же, красивая упаковка. Мы все любим красивые упаковки. Следующее. Это шампунь. Рецепты бабушки Агафьи. Шампунь питательный на основе мыльного корня. Я люблю фирму рецепты бабушки Агафьи. У них почти все очень высокого качества. Ну, точнее, довольно хорошего и приличного качества. Этот шампунь был отличный. Если у вас не какие-то супер-мега поврежденные, или осветленные, или окрашенные волосы, он прекрасно очищает. Очень многие шампуни не слишком хорошо промывают мои волосы. Но этот промывал просто на 5 с плюсом, поэтому очень может быть, что я когда-нибудь куплю его снова. Тем более, у меня всегда есть такая опция дешевого шампуня, которым я мою голову, например, после тренировки, когда у меня очень потная голова, и нормальным шампунем я с первого раза не промою ничего. Поэтому мне нужно сначала чем-то дешевым хорошенько промыть, потом уже пользоваться обычным шампунем. Или, например, если очень много гладочных средств в голове. Или что-то такое, в общем. Скорее всего, я куплю снова. Они невероятно дешевые, эти шампуни, и удивительно хорошие по качеству. Следующее, что закончилось, это пустая банка моего мужа, но я решила, что я вам ее все равно покажу. Это не ВМ... не ВА, не ВМН. Экстремальная освежесть 48 часов. Это антиперспирант, и он был отличный. И моему мужу он нравился, и работал, что хорошо. Я пару раз его тоже таскала, потому что мужские дезодоранты намного лучше женских. Если мне нужно идти куда-то, и я знаю, что будет горячо, то я таскаю дезодорант моего мужа, чтобы не вонять в течение дня. Следующая упаковка из-под ватных дисков Bella Cotton. Это мои самые любимые ватные диски. Я не знаю, они просто прекрасные. Они очень удобные, они достаточной толщины, чтобы хорошо впитывать средства для снятия макияжа, или средства для снятия лака, или тоник, или для чего вы их используете. Они, в общем, они прекрасно работали. Мне очень они нравятся по плотности и по всему остальному. Так что я, безусловно, буду покупать их снова и снова и снова. Вы видите эти упаковки в каждых моих пустых банках. Дальше. Маска для лица. В кольт-реке что-то интересное. Organic Shop Organic Aloe & Bamboo. Гель маска для лица, увлажняющая, мадагаскарская алоэ. Я обожала эту маску. Я в целом очень люблю фирму Organic Shop. Я пробовала все их маски и все их средства по уходу за лицом. Скрабы, гамажи, все, абсолютно все я у них пробовала, потому что они, во-первых, это все натуральное, во-вторых, они очень-очень бюджетные, и в-третьих, они работают. Эта маска была классная. Она очень хорошо увлажняла кожу, и у меня кожа довольно жирная, но жирная кожа также нуждается в увлажнении, особенно, например, с зимой. Но я иногда использую эту маску и летом, поэтому она и закончилась. И она очень приятная на коже. Вы ее наносите, и тут написано, что ее нужно оставлять минут на 5-10, на несколько минут. За несколько минут она у меня очень хорошо впитывается, то есть буквально... И такое ощущение, что моя кожа ее просто всасывает в себя, потому что, видимо, она очень натуральная, и, видимо, в ней есть все, что нужно моей коже. И на самом деле я поняла, что ее можно оставлять на ночь. То есть я ее наношу вечером, и перед тем, как я иду спать, я просто умываюсь и как бы совсем уж излишки смываю. Но вот как бы что осталось, то остается у меня на коже, я с этим сплю всю ночь, и с утра моя кожа чувствует себя прекрасно. Поэтому я, безусловно, буду покупать эту маску снова, и вам я ее очень советую, и вот когда будет зима, точно буду ей пользоваться. Очень хорошая, плюс она какая-то очень приятная по ощущениям, такое ощущение, что она такая освежающая. В общем, сплошные положительные эмоции от этой маски. Следующая вещь, и это прекрасная вещь. Глэм энд глэм роза жидкость для снятия лака без ацетона. Я купила это в магазине Fixed Price. Я ничего хорошего от этого средства не ждала, потому что насколько хорошее может быть средство для снятия лака из такого магазина. И оно было лучшим средством для снятия лака из всего, что я когда-либо пробовала. А я пробовала самые разные вещи. Но это утирает носом всем. Прекрасная вещь. Прекрасно удаляла любой лак, в том числе даже блестки. Даже блестки. Даже очень устойчивое верхнее покрытие. В общем, это прекрасная вещь. Я буду покупать дальше. И я очень надолго хватила. Мне кажется, что я купила эту бутыль зимой. Я крашу свои ногти постоянно. Каждые два дня я стираю старый лак и наношу новый. Поэтому ее очень надолго хватает. Она нереально дешевая. И она восхитительно прекрасно удаляет абсолютно все. Поэтому если будете проходить мимо магазина Fixed Price, купите. Я безусловно куплю еще раз. Какие же пустые банки беззубной пасты? И как всегда, это Colgate Triple Action. Вы знаете, это моя самая любимая паста. Потому что она работает. И это все, что от нее требуется. Она очищает мои зубы. И я безусловно буду покупать ее дальше. Мне кажется, что у меня сейчас паста, которая есть в ванной, она как раз такая же. У меня закончился пробник шампуня и кондиционера от Venn. И он мне очень понравился. Очень. Мои волосы были волшебные после этого. Они были такие мягкие и гладкие. Я их просто не узнавала. И, скорее всего, скоро я получу целый вот этот вот шампунь и кондиционер от Venn. Поэтому я не могу дождаться. Я слышала очень много хорошего про косметику Venn от американских блогеров. И оно и правда классное. Поэтому если вам нужно средство, которое делает волосы неимоверно мягкими, то я думаю, что это оно. Я, конечно, сначала потестирую полную бутыль. Потому что вот этого пробника мне хватило на один раз. То есть я его нанесла на корни волос, как это нужно. Нужно сначала нанести на корни волос, как мне рассказывали. Подержать пару минут. Смыть. А потом нанести то же самое, только вот отступая от корней и до кончиков. Вот примерно вот на это расстояние. И оставить его там минут на 5-10. Я знаю, это очень странное средство в плане применения. Но я так и сделала, и оно сработало. Оно очистило корни волос. И в то же время оно сделало очень мягкими кончики. Поэтому волшебная вещь. Следующее средство для волос – это Hair Formula No. 2. Маска для волос. Стимулятор роста на основе грязи с Сакского озера. Это из магазина Unchon Shop. И это прекрасная вещь. Это маска, которая... Она волшебно пахнет. Она пахнет так, что просто мне хочется наносить ее на свое лицо каждый день. В общем, суть в том, что вы наносите эту маску на чистые волосы. Вы ее нагреваете в теплой воде в течение 50 минут. В общем, я ее кладу просто под струю горячей воды. И в это время мою голову, чтобы на чистые волосы ее нанести. Когда я помыла волосы, маска уже нагрелась. Итак, вы ее наносите по пробору на всю голову. И ее идеально хватает вот прямо на весь скальп. И вы ее оставляете на 25-30 минут тщательно... Нет. Надеясь плетеновую шапочку, укутать теплым платком. Я так и делаю. Я иногда оставляю на час. Потому что почему бы и нет. И моя кожа, головы потом прекрасны. Я не знаю, насколько она на самом деле стимулирует рост волос. Потому что ее нужно делать 1-2 раза в неделю. И у меня не хватает на это времени и терпения. Я в основном ее делаю раз в месяц. Да. Здесь всего один пакетик. Так что всего раз в месяц я это делаю. Я очень стараюсь заставить себя чаще делать эти маски. Потому что мне кажется, что они должны работать. Они натуральные и... В общем, я постараюсь... Это будет мое задание на следующий месяц. В следующих пустых банках, я надеюсь, вы увидите штуки 3 вот таких вот пакетиков. Если не увидите, то... Следующий это пробник маски Sephora Mad Mask. Мне нравится упаковочка. Она была очень хардкорная. Очень. То есть я ее наносила на кожу, и она начинала жечь, щипать и прям... Но вот это ощущение уходило буквально через минуту. То есть я помню, в первый раз я ее нанесла, и мне начало жечь так, что я подумала, я смою, я не смогу это выносить. Сколько нам это нужно? 5 или 10 минут. Я такая просто, нет, нет, я не смогу. Но... Глупый телефон отвлек меня. О чем я говорила? Так вот, она очень щипала первое время, но вот минуту я перетерпела и стала намного лучше. То есть я вообще перестала ее чувствовать. Она в какой-то момент засохла, как и надо. Я ее смыла, и моя кожа была такая чистая. Если у вас жирная, ужасная кожа, как у меня, расширенные поры, то вы знаете, когда хорошая очищающая маска, и вы ее смываете, и кожа просто волшебная. Ее не узнаете, вы стоите и боитесь дышать. В общем, мне очень понравилась эта маска. Этого пробника хватило аж на два раза, что было также очень приятно. Я не исключаю, что я ее куплю. У меня есть еще пара вот таких хороших масок, которые отдирают абсолютно все с моего лица. Но вообще она мне очень понравилась. Поэтому, если у вас такая жирная кожа, как у меня, и вы хотите какую-то хорошую маску, я могу вам ее вполне рекомендовать. Но если у вас чувствительная кожа, я боюсь, что вы умрете с этим. Также, например, если у вас сухая кожа, даже не пробуйте. Это исключительно на очень жирную кожу. Я не представляю, как эта маска будет вести себя. На каких-то других типах кожи. Поэтому мы не будем рисковать. Дальше. Пробник. Пробник крема Биодерма. Себиум Глобал. Суан Интенс Пьюрифиант. Интенс Пьюрифиант Кеак Непрон Скин. Элиминейт Спорс. Я так поняла, что это обычный крем для лица. Я его наносила утром. И он очень сушит кожу. То есть, вот, летом, когда у меня кожа очень жирная, я могу с ним что-то делать. Я просто им же пользовалась весной. И он мне давал слишком мало увлажнений. Моя кожа была ужасная. И тональный крем плохо ложился. И все было плохо. Сейчас, летом, нормально. Я наношу, и у меня есть ощущение такой стянутости кожи. Но если бы дождать минут 5, все в полном порядке. Поэтому, в принципе, было неплохо. Аскорбиновая кислота. Вы знаете, для чего я ее использую. Я ее использую для того, чтобы смывать краску с волос. Именно этим я и занималась. Потому что у меня было мысло светлить волосы. Да. И для того, чтобы даже начать этот процесс, из серии делать нормальную профессиональную смывку, осветлять, тиры-пыры. Понятно, что я думала, что нужно максимально смыть то, что у меня есть сейчас. И поэтому я использовала аскорбиновую кислоту. Если вы не в курсе, я смешиваю ее с шампунем, наношу на волосы на полчаса, смываю. И это сильно смывает краску для волос. Поэтому, если вам нужно немножко подсмыть свою краску, то натуральный способ, который особо не сушит кожу. И, в общем, он хороший. Следующая – это одноразовая бритва. Я не буду показывать ее вам вблизи, потому что это омерзительно. Эта бритва каждый день. Она мне просто жила, мне кажется, месяца два. И это при том, что я постоянно брею ноги и вот все остальное, что мне нужно брить. Так что она хорошая. Она удивительно хороша по качеству. У меня закончилась упаковка вот таких вот длинненьких свечек из Икеи. И все, что от нее осталось, это вот этот маленький огрызочек. Я вам его показываю. Они прогорели, закончились. Они очень долго горят, что классно. Их надолго хватает. У меня даже есть специальный подсвечник по ним, потому что я люблю вот эти высокие свечи. Они, мне кажется, очень такие торжественные и классные. И какой-нибудь романтический ужин я всегда зажигаю их. И мне кажется, что это создает атмосферу просто моментально. Вот эта вот страшная вещь. Это мне подруга как-то раз привозила. Жидкие витамины А, Е, Б, не помню. В общем, какой-то из них. И вот я его выдавливала в шампунь. И я не буду это покупать, потому что это очень страшно. Я его... Вот, в общем, вам нужно как бы отколоть верх этой вещи. Поэтому оно в пакетике. Потому что оно откололось очень неудачно. И стекло рассыпалось у меня по раковине. И было на моих пальцах. Это было просто... Нет. Нет. И даже если это очень полезно для моих волос, больше нет. И, наконец, у меня закончилось три пробника крема после бритья от Nivea Arctic Freeze. Они очень щипят, но, вероятно, дезинфицируют. Поэтому у меня их еще довольно много. Видите, я пытаюсь ими пользоваться. Я пытаюсь пользоваться, ну, и своим нормальным кремом. И вот ими иногда просто потому, что их нужно расходовать. И я это делаю. И это все, что у меня закончилось. Надеюсь, что вам было интересно. Вас ждет вторая часть, где я вам расскажу про декоративную косметику, которая мне понравилась. Я знаю, что вы это любите. Так что спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны. И скоро увидимся. Люблю вас всех. Муа!